А здесь, друзья, говорят, что в этом доме находится винный погреб 17 века. Пойдёмте посмотрим. А не подскажете, он был обнаружен как-то, или он здесь... Ну, наверное, очень давно. Да, оно было обнаружено, но сейчас уже, конечно, долго, как погреб там существует. Это часть крепости Нарекала. Это часть крепости Нарекала? То есть вот то, что мы сейчас видим? Да, то, что вы сейчас видите, это часть крепости Нарекала. Интересно. Эта крепость же вроде наверху находится. Ох, как у вас красивая часть. Спускай. Да, прямо. Действительно, прям как погреб. Ну, это и есть. То есть вы говорите, что под Тбилиси были подземные ходы? Да. То ли здесь камин стоял, непонятно. Нет, это вентиляция такая, сделано очень давно. Это непонятно. Мы отремонтировали только арки, потому что здание очень старое, но чтобы хорошо держалось. Они тоже не поняли, как это было сделано в то время. Ниша. То есть вы производили реставрацию только вот этих арок? Да, только арки здесь отремонтированы, а остальное все это. Остальное, вот вся эта часть. Грунтовые воды. Ну, они и не уходят, да, и не насыщаются. Иногда бывает, что они вот чуть поднимаются, когда сильный дождь, допустим, или что-то, но они не уходят. Ну, здесь из-за того, что у нас хранится вот резервы, очень мало количества наших резервов и их вин, это помогает, чтобы здесь было влажности. Здесь всегда температура от 12 до 15 градусов. Ну, для погреба это идеальная температура, чтобы здесь у нас хранилось вино. Это вода нам тоже очень сильно помогает. То есть сейчас сюда можно прийти продегустировать вино. Сверху есть магазин, где можно все это купить. Магазином мои сотрудники сегодня у мужского школы начинается, у всех там дети. А, вы владелицы, да? Да, и вот... А не подскажете, почему у вас дети идут в школу 16 сентября? Потому что у нас заканчивается в июне школа. А, в июне заканчивается, да? В июне заканчивается, потом экзамены, и все, и все. Из-за того, что сентябрь тоже вот для нас идеальный период для моря, там, допустим, бархатный сезон. Очень часто наши люди вот... Я, допустим, всегда вот с малышом приблизительно в конце августа, там, две недели на море, потому что там всегда и температура очень нормальная, и море очень чисто. То есть, ну, это государство, как бы, пошло навстречу людям, да, как бы, или как? Лет, наверное, 6-7. А, лет 6. Лет уже, да, начинается вот 16 сентября, потому что экзамены заканчиваются приблизительно в конце июня, и это вот там уже очень жарко, и чтобы дети нормально могли там отдохнуть. Кто-то в конце августа уезжает, кто-то что, и вот у нас как-то так получилось, что начинается уже, ну, 16 сентября. А вы владелец данного магазина, и получается, что здание это тоже ваше? Да, здание тоже наше. И сколько вы себя помните, то есть подвал этот был? Да. Потому что вот мы... Потому что мы приблизительно лет 5 тому назад взяли это здание. Это здание купили. Да, но тот, кто был владелец, он тоже уже, то есть это у него было уже как погреба. Потому что я, ну, во многих местах хожу, и во многих местах, вот, где базар, знаете, проходит под улицей, и там рассказывают, что его раскопали. То есть оно было там... Да, есть разные места, где вот, которые вот недавно, допустим, нашли. Да, 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 да. Вообще, я же вам говорю, что подбелись, и было очень много таких подземных ходов. Некоторые вот смогли сохранить, некоторые потом уже нашли. То есть у всех разные истории там. У этого погреба история то, что оно всегда очень давно. Это вообще говорили, что это было помещение друга Сталина. Вот такая история, но если честно, вот факт, я сама, ну, конечно, не жила и не знаю, но как нам рассказали эту историю, что вот даже там есть маленькая тайная комната. И говорили, что когда они были молодыми либо революционерами, они прятались тут от жандармерии. Вот такая история. То есть вы понимаете, какая уже долгая история у этого? А не подскажете, вот я замечал на табличках, Иосиф Виссарионович Сталин же? Да. А здесь на табличках и Б. Ну, Б так пишется просто, и потому. А, так пишется просто, да, вот чисто по-грузински? По-грузински. А еще говорят, что он здесь в Грузии, то есть он был здесь типа грабителя. Грабителя я не знаю, но грузины не любят, потому что он очень много плохие вещи сделал для наших людей, и здесь, честно говоря, его вообще не любят. Очень редкость, что вы, ну, наверное, очень старых людей вы найдете, которые могут там хорошо сказать. Но в основном молодежи и люди, которые уже хорошо и по-другому знают уже нашу историю, он много бедно творил для грузинов. Ну, так что здесь... Ну, я слышал, что он здесь грабил, то есть таким грабителем был. Ну, грабитель убивал очень много людей наших, так сказать, князей. Князей. Да, князей он убивал, и потому здесь их не любят. Кстати, мои предки тоже попали в эту историю, и я, честно говоря, ну, тоже не очень-то сильно уважаю. Ну, есть люди, которые там... Ну, в основном это уже очень старые люди, которые, ну, не знаю, по-другому все это воспринимают, наверное, но молодежи, которые, ну, всю историю знают и уже все по-другому, мы уже не так-то хорошо воспринимаем этот факт, так что... Ну, опять же, понимаете, история же тоже, она такая плавучая. То есть сейчас молодежи могут преподносить одно, а старики это видели по-другому. То есть, может быть, он грабил, грабил, но грабил там богатых там и так далее. Потому что они по-другому мыслили, допустим, человек для меня, который убивает уже много людей, из-за того, что у него своя политика, я этот человек, когда не воспринимаю, ну... Нормально не воспринимаюсь нормально, понимаете, потому что я всегда предпочитаю, что... И сейчас очень много проблем, допустим, происходит по политике и все-все, но мы люди в основном так общаемся, и у нас такое отношение, что это на нас абсолютно не являет. Потому что у нас наше собственное отношение, допустим, и по-другому мы можем все этот расклад уже по-нашему сделать. Вот то есть суть, что сейчас уже люди по-другому все это могут воспринимать и по-другому все это наладить, допустим. Вот потому и мы, наверное, уже их не понимаем. Даже говорили, что вот когда он, ну, Сталин, то есть прибыли уже в политику, ну, как сказать, он убил впервые то, что сделал у своего друга, потому что он знал много таких вещей, которые ему вообще не было выгодно, что, наверное, кто-то узнал. Ну, история такая, что нам так рассказали, но этот факт, что тоже нехорошо. Конечно. Если посмотреть с его стороны, это нормально, потому что он не хотел, чтобы люди, наверное, что-то узнали, то, что знал он. Если посмотреть с этой стороны, да, но если посмотреть с моей стороны, я в жизни не могу сейчас допустить, что убить своего там подруги, который знает что-то, не знаю. Вот потому и факт в том, что мы сейчас по-другому все это воспринимаем. Но в то время это было совсем по-другому. Слушайте, прям у нас с вами завязалась беседа. Можно я сейчас сниму еще и пойду? Да, это уже другая часть. А здесь уже, смотрю, использовался стандартный кирпич. Это вот восстанавливали, да, эту стену? Да, это уже некоторые. Вот этот уже мы недавно восстановили, потому что здесь вода всегда идет. А, ну да, вот здесь внизу видно плинтон. Да, вот здесь уже некоторые вещи, конечно, мы уже отрементировали. А что вы говорите за секретная комната? Это... Оттуда, ну, не видно. То есть так посмотреть. То есть здесь уже, да, вот смотрю, сверху арматуру. Да, но здесь уже, потому что это уже часть улицы. Когда там дождь идет и все, здесь уже по-другому надо все это сделать. То есть она сейчас замурована, получается? Да, мы хотели раскопать, но это очень рискованно, потому что... Может обвалиться там, да. Да, и потом уже передумали. Вот такой интересный, друзья, погребок. Внизу мы с вами видели погреб, а сверху находится магазин. То есть у вас здесь можно купить любое вино или попробовать любое вино, продегустировать его в подвале. Если будет желание, можно будет уже что-то подобрать. Друзья, прекрасная получилась беседа. Это была владелица магазина. Находится он на улице КТ Абхазия, дом 51. Так что, если что, приходите. Увидите все сами своими глазами. Я думаю, что вам очень понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!